приветик мои дорогие мучачесы камрадовцы девчатасы и вообще мои любимые подписчики сегодня у меня репортаж на более злободневную тему технического аспекта то есть для тех людей которые прилетают сейчас из сша из европы наверное будет проще но из америки с разными техническими параметрами наших электросетей не возник у некоторых подписчиков возникают вопросы которые я сейчас хочу осветить эти какие тут у нас тюльпанчики красивые вы любите себя показать что письмо подписчицы здравствуйте июля подскажите пожалуйста по такому вопросу я планирую в отпуск в россию она мне придется работать пару дней как там с использованием наших лаптопов будет ли он заряжаться в россии с переходником не перегорит ли то я боюсь что электричество будет либо слишком высокая либо слишком низкая не хочу быть лаптоп также нужен будет доступ к определенным американским сайтам как вы думаете доступ через vpn будет ли работать какой vpn вы используете спасибо за ответ галина так ну сейчас ребятки я вам все расскажу и все объясню по этому вопросу вот перед тем как я буду отвечать хочу вам сообщить что краснодаре сегодня практически 30 градусов тепла сейчас показывает 28 но извиняюсь победку либо было 29 вообще говорят что в некоторых в районах наблюдали 30 вот то что сейчас лето это стопроцентно это конечно тоже но не типично для краснодара такая резко как бы такой резкий переход от зимы к лету практически без весенних весеннего периода так называемого народ быстренько виде какой смешанный да то есть вид кто-то ходит еще в зимнем мы не в зимнем осеннем а кто-то уже совершенно в летних формах вот непонятно как одеваться народ конечно весь очень confused я думаю что по утрам еще прохладно уже вечером народ идет с работы и реально жарко это сейчас вот уже четыре часа дня солнце уже сайт начинает как бы ближе к закату подходить и температура уже немножечко упала но в обед было реально очень жарко наш сейчас покажу вам этот памятник никуда нажала танскому войску у нас драм театр здесь ребята все же отремонтированы смотрите как они очень красиво сделали вот эти буквы золотые театр драмы раньше их не было полностью фасад отремонтировали довольно таки симпатично основная что прелесть раз центр краснодара это именно наши вот это вот улица красная получится бульвар называется красный что очень старые деревья которые с долгий времен здесь находится и они зеленеют красивые клубы центр города просто как парк натуральный гуляешь и свежий воздух очень все красиво значит вернемся к нашим техническим вопросам лаптоп и девочки у меня тоже лаптоп американский привезенной из америки вот никаких проблем с ним плане работы нет они прекрасно здесь работают вот переходник я ему даже с собой не привозила начало остановилась в отеле кстати вот в этом вентуристе было но он сейчас кран плаза называется вот и сначала в нем жила покажу вот кран плаза внутрь бывший отелян турист принципе ничего сильно не изменилось с тех пор как он был интуристом очень кстати вкусная еда вентуристе так что если вы будете становиться в краснодаре и останавливаться вентуристе обязательно возьмите с собой завтрак чтобы был включен завтрак там шведский стол на завтрак такая вкуснятина просто обалденно еда можете меня на канале посмотреть я показывала видео что включено шведский стол в этом отеле я всем рекомендую начиная с того что кубанский борщ на завтрак который в принципе я его выбрала завтрак и куча всяких каш сырнички там фрукты колбаски все что угодно вот эти какие модные девчонки я заметила что штаны такие широкие в моде америке таких не замечала перед отъездом а здесь они уже осенью начались и такие широкие широкие штаны будут ли они в этом сезоне в америке модные посмотрим вот здесь видно что мода вперед приходит до того как в америке появились вот эти вот клюши наклюшенные такие джинсы здесь уже все носили вот значит лаптопы ребята работают прекрасно переходники можно будет купить здесь их здесь полно перебоев с электричеством нет я здесь уже больше пяти месяцев нахожусь один раз по моему может на пару минут выключали не помните с чем штурм что ли был какой-то или или молнии какие-то были что-то такое но ничего страшного не произошло обычно себя для технически у них работа идут они за они пишут что будет в такое-то время включено электричество на такой-то период времени вот но за все это время сказала я купила себе свечи ко всему ни разу мне ничего не понадобилось потому что никаких проблем в принципе вот уже зиму мы пережили ничего не было в то время как у нас там в америке и в оклахоме свет вырубали и воду вырубали потому что мне попала водонапорную башню и вырубила воду на пару дней а позапрошлом году так вообще такой мороз был сильнее что трубы полопались и не было неделю почти в горах ни у кого воды поэтому краснодар меня поразил тем что никаких технических таких проблем не произошло за всю зиму вот и с водой не с электричеством ничего такого не было про все обошлось прекрасно теперь уже весна практически лето как вы видите по нарядам жителей я думаю что этот период самый такой вот еще тоже тут посадочки всяких цветочков скоро уже так вся улица будет супер зеленая потому что деревья начали листики уже выпускать кстати я собираюсь сделать репортаж сада этот у нас есть японский сад в парке галицкого который очень считается крутым я туда схожу там стать есть ресторан японский есть чаепитие процедура то есть я хочу сходить на процедуру чаепитие записать сказали что супер пупер по всем традициям японским будет это очень все круто и есть еще суши бар который мы тоже собираемся ходить эти девчонки все уже в летней одежде нас какая у вас погодка вам вашим ваших регионах пишите что у вас там происходит у нас видите ли это вот значит переходники купите здесь спокойно перепадов электроэнергии я как бы не не заметила я не включала никакой стабилизаторы не покупала никакой стабилизатор то как лаптоп у меня был из америки так он и есть я как бы им пользуюсь не приобретание какого дополнительного стабилизатора никаких проблем с ним не произошло я думаю что на месте если вы хотите зайдете в любой на хозяйственный магазин попросите еще у стабилизатор напряжения дополнительные если вам нужно если вы боитесь и это в каком вы будете регионе я не знаю но мне не понадобился я честно говоря даже за это об этом не задумывалась может нужно задуматься и на всякий случай приобрести стабилизатор найти какой-то отдельный блок то включается когда не в сеть напрямую а он включается в этот блок а блок уже включается сеть и он такой получится когда переходник между сетями электрическими и вашим компьютером то есть я думаю что даже вывести не нужно приобретете здесь это не страшно его полно их везде помоги технических устройств стоит копейки то что все китайское в основном ну если конечно российское производство но полно всего китайского стоит все это вообще просто очень дешево и же самые вещи которые я покупала в америке здесь они на самом деле стоят дешевле похожего либо того же самого бренда вот я думал что потому что китай ближе или потому что китай китайских производителей другие отношения с российскими клиентами но здесь те же самые вещи которые я могла купить но вот я буду ему скажу что брала например микрофон до такой же точно микрофон такой же точно бренд был гораздо дешевле гораздо дешевле здесь краснодаре купила такой же точно бренд чем он был бы например на амазоне в америке кстати хочу сказать еще один момент по поводу ленд я здесь покупала линзы для глаз и они у меня американский тыся просто привезла свои американские линзы за которые я Я заплатила, внимание, ТДД, вместе со страховкой, у меня была страховка Vision, да, для глаз, я заплатила вместе со страховкой, вот этой вот глазной страховкой, по-моему, что-то 120 долларов за упаковку, нет, за две упаковки 120 долларов, а здесь одна упаковка 35 долларов без всяких страховок, эти же самые американские линзы, такие же точно, просто подождать нужно было две недели, Видите, какая красота, у нее еще и пахнут, какая прелесть, тюльпанчики, с этой стороны другие, сейчас мы эти посмотрим тоже, ребята, здесь такие вот тюльпанчики, они еще не распустились особо, некоторые только в бутонах, но тоже очень красиво, Это пломба, зеленая травка, конечно, молодцы здесь в Краснодаре, так все красиво выстраивают Вот, ну продолжаем, значит, тем более, если вы все пару дней будете работать, то это, я думаю, даже не стоит это стабилизатор вам покупать, смысла даже нет, ничего не случится с вашим локтопом, он не перегорит, ничего Значит, по поводу VPN, VPN я советую взять, ну я вот лично пользуюсь, называется планета VPN или планет VPN, я если не забуду, брошу ссылочку в описании, можете его скачать Чем она хороша? Тем, что там есть выбор сервера, то есть не беспорядочно, не рандом ли выбирает программа, к какому серверу подключиться Знаете, то Германии вас подключат, то Голландии подключат, то еще непонятно к чему И многие американские сервисы и компании, они не принимают этот вот германский и так далее, там, начинают выпендриваться, особенно, особенно Coinbase, особенно криптовалютный сервис Некоторые банки, они начинают переживать, что это вы вдруг оказались в Германии, или там, что это вы вдруг в Италии, или там какая-то там Норвегия Они начинают там прямо глючить, начинают заставлять вас там пройти кучу всяких разных проверок, они, ну, не пускают и все, я там даже Coinbase, Base как-то и пальцы покажите, я туда, значит, и пальцы засунула Ну, отпечаток пальца, да, и, значит, покажите ваш там адрес, подтвердите, это подтвердите, все бы подтверждало, и все равно бесполезно, они, значит, начинают визжать, что что-то не то, и в итоге мы вас не смогли идентифицировать В общем, мы вас не пускаем на сайт, или не дают залогиниться, я говорю, особенно это Coinbase, поэтому, если вам нужно будет использовать криптовалюту Перевод какой-то делать, эти деньги через криптовалюту получать, либо отсылать, либо с банковской системой связываться, лучше возьмите Планета VPN Потому что там есть выбор сервера, то есть вы можете выбрать сразу, что сервер США, подсоединиться именно к нему, то есть не ждать, когда какой-то рандомный вам сервер выдадут непонятно кого Там, Гонконг какой-нибудь, и доказывайте, что почему вы в Гонконге, в Гонконге находитесь, это сразу подозрение вызывает А вы сразу выберете сервер США и спокойненько себе заходите С американского сервера проблем не будет Так, ну вот вроде бы все То есть технически, я думаю, никаких проблем у вас не будет Интернет, как купить, и телефон Значит, смотрите, я себе телефон купила сразу местный И я думаю, что он будет вам нужен, если вы собираетесь использовать госуслуги То есть, если вам нужны госуслуги, вам придется купить телефон Здесь полно китайских дешевых телефонов То есть, там, не знаю, 4500 рублей я купила себе телефон китайским Ну, это, ну, грубо говоря, 45 долларов, да, ну, пусть 50 долларов Тут же купите себе план, я себе сразу беру unlimited В МТС я себе взяла в МТС unlimited план То есть, неограниченное количество минут И, соответственно, интернет, неограниченное количество Стоит 600 рублей Ну, 60-65 долларов, грубо так На месяц Это вам позволит иметь российский номер телефона Потому что без российского номера телефона Ребята, вы никуда не двинетесь Вы не сможете ни в банке открыть счет никакой Ни карточкой мира расплачиваться Не по телефону на рынке покупать, если у вас наличных нету Вот, в общем, этот номер очень важен, актуален Телефон, я считаю, недорогой И это обслуживание в виде 600 рублей тоже совершенно недорого Я думаю, что это всем вполне достойно, ну, доступно Если вы даже будете всего несколько дней Наверное, тогда вы будете просто наличными рассчитываться Если вы собираетесь остаться на дольше Например, в отпуск на месяц То месяц уже это, знаете, как-то кусается И номер телефона и телефон вам может понадобиться Я знаю, что люди, у которых есть айфоны Они вроде бы пользуются двумя сим-картами То есть покупают сим-карту, оставляют вторую сим-карту То есть одна будет сим-карта американская А вторая сим-карта будет российская Но в то же время многие говорят, что это неудобно Если звонит один, ну, ты, например, на линии по российскому номеру И звонят кто-то из США То обрыв происходит обычно То есть сбрасываются звонки То есть люди жалуются, что с какими симками морока Вот, так что, так говорится, посмотрите сами Может, действительно вам стоит просто купить сим-карту и не париться Интернет Если вы будете, ну, в своей квартире вам нужно подключить интернет Сейчас интернет, вот я плачу за 100 мегабайтов в секунду Это МТ, на Ростелеком у меня, Ростелеком За 100 мегабайтов 600 долларов Вот, 600 рублей в месяц Это, грубо говоря, 6 долларов у вас американских Ну, 7 будет выходить Если вы купите 1 гигабайт, то будет примерно 800, 80-800 рублей Вот так вот Это, ну, 7-8 долларов 8-9 долларов, где-то так На месяц Опять-таки, если на пару дней только нужно То, наверное, есть карточки Которые можно просто приобрести карточку И по этой карточке выбирать минуты свои Вот, то есть Тогда вам еще проще будет Не нужно покупать на месяц услугу Но вообще здесь все очень дешево Все, что связано с интернетом Телекоммуникациями, серверами И так далее Очень много всех этих бесплатных фишек Вот, и все оборудование, связанное с электроникой Очень дешевое Потому что очень много продукции из Китая Которые я не видела, например, в Америке Вот, в том числе Такие дешевые телефоны И причем очень хорошего качества Что мне, например, не заставило труда Чисто купить отдельно Телефон За 45 долларов И у меня два телефона Таким путем Вот Ну, вот, в принципе, и все По техническим характеристикам Надеюсь, что у вас есть внутренний паспорт российский Потому что здесь заграничные нигде практически не принимают И не откроют даже счет в банке вам Поэтому я надеюсь, что паспорт российский у вас есть Внутренний Если его нет, то его сейчас очень быстро обновить Совершенно не то, что было раньше Когда там стояли в каких-то бешеных очередях Вот, сейчас все делается по записи через госуслуги Если у вас нет госуслуг Заранее уже его скачайте Я была еще в Америке Я уже скачала сайт госуслуг И пока туда вела свой американский номер телефона Вас все равно зарегистрируют Даже с американским номером телефона Единственное, что у вас не будет полного доступа Будет так называемый Ну, типа, гостевой или базовый доступ Где вы сможете видеть там Ну, просто расписание каких-то Например, пенсионного фонда Допустим, ГАИ Если вам надо права менять Вот какие-то там такие вот мелкие вещи Вы сможете видеть Но доступ в личный кабинет у вас Личного кабинета у вас не будет И с вами назначать аппоинтменты какие-то Либо менять вы не сможете через госуслуги Поэтому вам нужно будет обязательно привязать Ваш российский номер телефона Получить подтверждение по СМС И тогда вы получите уже доступ в госуслуги Вот И если вам нужно будет еще СНИЛС И так далее То это уже вы тогда получите вообще полный доступ Когда у вас будут подтвержденные документы Кстати сказать, когда я водил американский Из Америки заграничный паспорт номер Паспорта заграничного Все равно это не дает доступ в личный кабинет То есть именно должен быть внутренний российский паспорт Чтобы вам дали полностью доступ ко всем функциям Вот СНИЛС если вы будете получать То уже это очень быстро сейчас делается Можно записаться через госуслуги Можно просто прийти в инфоцентр Информационный центр И взять талончик у них прямо там на месте и на ходу Подождать немножко Ну я больше, наверное, 10 минут не ждала Даже в условиях полностью загруженности Это когда был какой-то выходной день Поэтому я думаю, что легко это все сейчас осуществить Совершенно близко не было Не так стрессово, не время затратное Как я себе представляла, когда я была в США И думала, что мне займет какое-то бешеное время Обновить документы Думаю, наверное, в месяц я даже не уложусь Но паспорт мне поменяли за 3 рабочих дня Мне нужно было его прийти просто забрать Там попались выходные Отнять выходные Я в понедельник пошла забрала Вот, то есть очень быстро сейчас все это делается А по поводу обмена паспорта Ребята, если будете менять паспорт на внутренний И у вас просрочена уже была вот выдача паспорта Не платите штраф Они, конечно, могу сказать, там, заплатите штраф За то, что вы просрочили паспорт Я советую вам не платить штраф Вы идете со своим заграничным паспортом И, возможно, даже с билетами Американскими билетами И вы просто показываете, что вы жили за границей И вас этот штраф с вас снимут Потому что они понимают, что в консульствах и посольствах Сейчас нет такой опции менять заграничные паспорта на внутренние Или внутренние обменивать на новые Поэтому они не имеют права вам вписывать штраф И я советую этот вопрос таким путем решить И сказать, что вы не могли поменять Потому что вас в стране не было За границей не меняли Но вот у меня есть заграничный паспорт Который действительный, непросроченный И вот у меня билеты Что я только что прилетела из Америки И все, этого достаточно для того, чтобы доказать Что вас не было в стране Соответственно, вы не могли поменять И у них, видимо, есть такая опция Что в таком случае можно не платить штраф И людям этот штраф исключить Вот что со мной произошло И вам всем этого желаю Все, ребяточки На этом наш поход сегодня заканчивается У меня в ближайшие дни будет видео Про траты мои в России Сколько я трачу в месяц На питание, на рынки За коммунальные услуги За аренду квартиры И у меня были походы в аптеку Стоматолог, чистка зубов Линзы я уже сказала Поход к доктору я заболела простудой В частную клинику Сколько это все стоило В общем, я вам сделаю распечатки С моих счетов Сбербанка, с моей карты Сбербанковской Мы прям пройдемся По всем моим параметрам По расчетам Я вам скажу, сколько я трачу В месяц Ну, как бы, живя себе Особо ни в чем не отказывая То есть я практически все время хожу По ресторанам, кафешкам И иногда Захожу на рынок Купить все фрукты и овощи свежие На перекус Но ничего практически не готовя Думаю, если бы я готовила Я бы, наверное, тратила Раза в три меньше Кроме того, что я трачу Ходя по ресторанам Каждый божий день Вот, а это наша галерея в Краснодаре Надеюсь, что у вас хорошая погода У вас тоже тепло Или скоро потеплеет Как у нас на югах Вот И скоро у вас тоже будет у всех Лето, весна И вот такие красивые Светущие тюльпаны Всем пока, мои дорогие До встречи Субтитры сделал DimaTorzok